Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим о влиянии спорных пищевых добавок на рост и развитие колоний одноклеточных микроорганизмов на примере инфузорий. Теоретическое обоснование данного опроса есть в статье Черемных и Симбиревой, опубликованной на сайте ОАГБ. Она была на первом слайде, можете с ней ознакомиться. Сейчас мы видим культуру инфузорий, подготовленную для эксперимента. Это микровидеосъемка. Культура была выращена на отфильтрованной на угольных фильтрах воде с добавлением обычной овсянки без добавок. Вот была получена такая культура. Далее мы разлили ее по четырем емкостям. Одна контрольная, в три других были добавлены различные продукты, которые мы каждый день едим. Вот фотографии, также микрофотографии этой колонии до того, как мы ее применили. Так что можете с ней ознакомиться до начала эксперимента. В контроль, сразу забегая вперед, так вот, продукты, которые были использованы с указанием состава. И теперь, что мы получили в результате. В емкость контроль мы ничего не добавляли. Просто добавили каплю воды с данной культурой. И все. На микровидеосъемке мы увидим большую колонию, где эти же инфузори, они неплохо себя чувствуют, размножаются, развиваются, подвижны и активны. Опять же, в три емкости было добавлено одинаковое количество изначальной культуры. По одной капле. Объем также был одинаковый. Вот мы можем полюбоваться контрольной пробой. Запомните ее для сравнения с остальными. Вот фотографии этой культуры. Также можете полюбоваться, потому что я делал везде одинаковое количество фотографий. Одинаковое микровидео. При одинаковом увеличении, одинаковой продолжительности времени. Вот первый образец. С шоколадом, с добавлением пальмового масла. Точнее, это даже не шоколад, а кондитерский продукт с добавлением пальмового масла. Мы видим, что в данном образце живых микроорганизмов одноклеточных не обнаружено. Вы сейчас смотрите на видео. Это видео, это не фото. То есть мы видим вот в правом нижнем углу остатки этого шоколада. Тут какой-то тоже субстрат, не субстрат. Возможно, это бактериальные колонии бактерий. Но инфузории мы тут не видим. Никаких движений мы не наблюдаем на этой видеосъемке. То есть пальмовое масло и те пищевые добавки, которые в этом низкокачественном шоколаде. Вы можете, опять же, ознакомиться с его составом, с его ингредиентами. Мы не увидели. Вот вторая проба. Туда мы добавили чипсы с усилителями вкуса. Также ознакомьтесь с составом. Здесь мы видим небольшое количество инфузорий. Всего два вида. Колония затухая. То есть их не такое разнообразие, как в контроле. Всего несколько очагов крупных инфузорий. Всего две или три мелких. Тоже ограниченное количество. Вот они около какого-то субстрата скопились. То есть колония в угнетенном состоянии. Так усилители вкуса и некачественное, возможно, сырье влияют на их рост и развитие. Также посмотрите состав. Какие там компоненты в этих чипсах. Еще они сделаны. Кстати, использовались чипсы Лейс. По данным Greenpeace. А там еще и сырье с ГМО. По данным Greenpeace. Далее, в третий образец мы добавили кока-колу без сахара. Содержащую аспартам. Про нее тоже идут споры. Но вот результат меня удивил. Потому что инфузории никак отрицательно, по крайней мере, не отреагировали ни на кока-колу с ее компонентами, ни на аспартам в частности. Мы видим также колонию инфузорий. Их довольно-таки большое количество. Большое видовое разнообразие. Ну, как большое. Также три вида, как и в контроле. То есть оно чуть меньше, чем в контроле. Но это может случайно погрешность. Каплю воды не так взял. Но их, в принципе, довольно-таки много. И видовое разнообразие не пострадало. Они так же активны. Так же перемещаются. То есть, или они не реагируют на это. Или нужны дополнительные исследования. То есть, или дальше понаблюдать, будет ли оно затухать. Или дальше развиваться. Пока ничего сказать не могу. Вот фотографии продуктов, которые использовались для данного эксперимента. Ознакомьтесь, пожалуйста, с ними. Чтобы знать, что использовалось. Все постарался подробно описать на слайдах. И в этом видео изложить. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok